Жители России проявляют большой интерес к участкам в Тампонском районе по программе Дальневосточного гектара. На получение земли там поступило 123 заявки. 25 из них коллективные, а 20 человек уже смогли оформить землю. Причем среди них не только жители районов республики, в том числе самого Тампонского, но и представители других регионов страны. Подробности далее. Среди желающих получить Дальневосточный гектар большинство жителей Тампонского района. Есть и уроженцы Улуса, которые живут в других районах и в городе Якутске. Люди запрашивают участки в Баякантайском, Сосильском, Теплокрючевском наслегах и поселке Хандыга за чертой населенного пункта. Теплокрючевской наслег прежде всего привлекает природой. Рядом гурные речки, пролегает круглогодичная дорога на Магадан, а малая численность населения позволяет сделать прирезку в 10 и даже в 5 километрах от поселения. 14 отклонено согласно федеральному закону 119 по причинам. По-разному. Там бывает такое, что где ранее учтенные земельные участки, в основном это пересечения на ранее ученые. Или некорректно. Бывает такое, что прямо в пойме реки, прямо по фарватеру отобразился этот земельный участок. С выше пяти десятка человек хотели бы получить землю в Мигналданском наслеге. Это и понятно. Транспортная доступность, близость к городу. А вот на территориях охотперевозовского наслега и поселке Джабарь-Кихая желающих получить гектар единицы. Подали заявки и граждане, проживающие в других регионах России. В республиках Башкортостан, Удмуртия, в Брянской, Воронежской, Иркутской и Тверской областях, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Люди хотят использовать участки для занятий сельским хозяйством, для базы придорожного сервиса, для предпринимательства. Многие планируют использовать участки для охоты и рыбалки, а также отдыха. Мария Винокорова, Нина Ханарова, Сергей Москвитин, НВК Саха, Хантыга.